Амурские инвестиционные проекты Амурские инвестиционные проекты В плансе региона утвердили список экологических товаров, пошлины на которые снизят, и подтвердили курс на инновационный путь развития экономики. Проведение и итоги саммита высоко оценили его гости и президент страны Владимир Путин. Считаем, что задачи, которые ставились перед саммитом во Владивостоке, полностью выполнены. Удалось не только сохранить преемственность деятельности АТЭС, но и обозначить новые горизонты. И, что очень важно, дать позитивный сигнал деловым кругам. Важный для всего Тихоокеанского региона форум стал важным и для Преамурия. Самые амбициозные инвестиционные проекты, такие как Космодром Восточный, Соевый Кластер, Генплан Благовещенск-2025, Амурская область представила на суд мирового сообщества, что может принести инвестиции в экономику региона. Подробнее о главном экономическом событии азиатской части света Анна Чечек. Эта экспозиция представляет Амурскую область на первом форуме АТЭС, который проводится в России. На выставке инвестпроектов Дальневосточного федерального округа мы представили наши самые амбициозные планы. Горнометаллургические и соевые кластеры, Космодром, проект экспорта электроэнергии в Китай. А еще Генплан Благовещенск-2025. Это и Золотая миля на набережной, и Маленькая Голландия, и Кольцевая автодорога вокруг города. Мы подготовили множество информативных материалов об Амурской области. Это инвестиционный паспорт со всеми его конкурентными преимуществами, со всеми конкурентными преимуществами Амурской области. Кроме того, есть паспорт инвестиционных проектов на русском, английском и китайских языках. Кроме того, мы готовы рассказать инвесторам о формах государственной поддержки правительства. Однако, по словам Амурского губернатора, задача участия области в саммите не только прямо сейчас найти инвесторов или реализовать сегодняшние крупные проекты. Олег Кожемяка на встречах говорил, как сделать так, чтобы на Дальнем Востоке оставались жить дети и внуки нынешней молодежи. По его мнению, надо создавать в регионе зону с особыми экономическими условиями, вводить таможенные льготы на импортное оборудование, аналогов которому нет в России, а также налоговые каникулы для новых предприятий. Наш регион может зарабатывать и на сельском хозяйстве. Кстати, именно дальневосточными полями уже заинтересовались страны Азии, которые готовятся к своему продовольственному кризису. Так, глава Преамурия предложил экспортировать мясо амурских геррифордов. Продовольственная безопасность играет, сегодня мы видим, значимую роль. Дальний Восток может быть очень привлекательным для инвестиций именно в сельское хозяйство, выращивание продукции животноводства, растеневодства и глубокой переработки поставки на рынки Азиатско-Атихианского региона. На саммите амурский губернатор посетил мобильный офис в центре Владивостока, где жители города пользуются госуслугами через интернет. Таким способом можно подать заявку на получение паспорта и других документов. В Амурской области сайт электронного правительства тоже работает, но специальных офисов с открытым доступом в интернет, где консультируют и помогают, пока нет. Но в стране их всего несколько. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а теперь и во Владивостоке. Мы в рамках саммита решили организовать такое мероприятие, которое бы показало в явном виде, иллюстрировало тот слоган, который на портале госуслуг является основным. Госуслуги прозрачны, как никогда. Вот этот мобильный офис, стеклянный кубок, как мы его называем, он сейчас демонстрирует, насколько все прозрачно, какие услуги можно получить, не встречаясь с чиновником. Также глава региона предложил создать так называемый рынок геологических открытий для изучения месторождений полезных ископаемых в Дальневосточном регионе. По словам главы Преамурья, по итогам форума Россия обязана принять все решения, которые позволят Дальнему Востоку развиваться опережающими темпами. Ну а в самом Преамурье отгремела сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Амурагропрод». Своих участников со всех уголков области она собрала уже в одиннадцатый раз. В Благовещенск, чтобы похвастаться своим урожаем, а заодно и продать его часть, приехали больше сотни сельхозпроизводителей. А купить товар незадорого пришли тысячи благовещенцев. Кстати, главный крестьянский праздник года считается еще и неофициальными проводами лета и проходит с песнями под звуки баяна. Чтоб не были пустые чашки-плошки, купите господемьяновской картошки! Вот так с песнями и шутками в минувшую субботу презентовали амурские фермеры свою продукцию. Свежие овощи, молодая картошка, соленые грузди и даже живая рыба. Уйти с пустыми руками просто невозможно. Все, чем богата амурская земля, по красной цене. А главное, можно попробовать на вкус. Говорить могу, но с трудом, потому что все очень вкусно, все очень полезно. Огурцы сладкие, горечи совершенно нет. Я попробовала грибы замечательные грузди. Посоленные отлично. У меня мама повар, поэтому я специалист по дегустации. Очень вкусно. А для тех, кто еще не успел запастись витаминами на зиму, прилавки с соленьями. Все от маринованных огурчиков до аппетитной заправки для борща. Подходи, честной народ, покупай соленья. Огурцы и помидоры, а еще в варенье. Домашние заготовки разлетались, как горячие пирожки. Продавцы говорят, потому что наше все – амурское. Мы обязательно, мы все продаем, мы никогда домой ничего не привозим, у нас все забирают. У нас профессии здесь у всех совершенно разные. Мы просто приехали на ярмарку, как бы мы каждый год приезжаем сюда. Выставка-ярмарка «Амур-Агропрод» – одно из самых ожидаемых событий года. Ведь за сельским хозяйством уверены на местах будущее региона. Из покон веков Амурская область была жительницей Дальнего Востока. Мясное направление. Я радуюсь за наших соседей ромницев. У них заходит много крупно-рогатого скота, несколько тысяч будет голов. В Мазановском районе мы увеличили на 3000 гектаров посевные площади. Увеличились посевные площади под Гречиху. Завершила свою работу выставка-ярмарка во второй половине дня. За несколько часов торговые ряды практически опустили. Теперь вся продукция переедет на прилавки амурских магазинов. Сбор урожая в Преамуре в самом разгаре. Амурские фермеры презентуют свою продукцию на агровыставках и ярмарках выходного дня. Но не все так просто в их жизни. Казалось бы, 21 век. Но аграрные дела по-прежнему требуют огромного труда. До седьмого пота. А тут еще и конкуренция. И ладно бы своя, отечественная. Но сражаться приходится в первую очередь с иностранными сельхозинтервентами. О том, в каких условиях растет этот самый урожай и как амурские аграрии справляются с конкурентами – материал Светланы Кисловой. Импортные овощи уже давно встали фермеру Владимиру Шилову поперек горла. Несколько лет назад из-за низких цен на продукцию, выращенной иностранцами, ему даже пришлось пустить под барану арбузное поле. Сборы и продажи урожая обернулись бы большими убытками. Постепенно он отказался от многих других овощей. Теперь у него на полях растет только то, что его конкурентам и их зарубежным уработникам оказалось не по зубам. Капуста, морковь, свекла и, как ни странно, картофель. Я занимался производством, хочу сказать, и арбузов, и редиса, огурцов, кабачков, перца. Вот, все это я бросил из-за того, что, ну, было очень много продукции, выращенной китайскими производителями. Шилов принципиально берет к себе на работу только соотечественников. Елена Рыжикова уже 8 лет трудится на этой ферме. До этого сотрудничала с зарубежными соседями. Говорит, не понравилось. Там химикатов много. Я сама с китайцами работала. Тоже вот у нас в деревне, в Николаевке, есть китайцы были. И я видела, как они химикаты вот ложили туда, это. Поэтому я как бы капуста, картошка их не предпочитаю есть. Фермеры говорят, что трудовые мигранты приходят на амурские поля буквально с одной тяпкой и готовы трудиться от рассвета до заката за 250 рублей в день. Амурчане за ту же работу в день хотят получать как минимум 500. Такая разница в цене и рождает спрос на дешевую иностранную рабочую силу. Но есть у этой ситуации и обратная сторона. Извиняюсь за такую ассоциацию, что мы посажемся на иглу, мы по наименьшему сопровождению идем, а мы отчуждаем свое население от труда. Мы уже сейчас нормального овощевода-то не получим. Можно и нормального механизатора сложно найти. Поэтому нужно, как бы там это болезненно не было, как бы это сложно не было, нужно все-таки выстраивать отношения со своим населением. Механизаторов и работников на полях начали активнее обучать в последние пару лет. Когда начали развивать хозяйство, в область стала поступать новая техника и начали открываться местные центры по сборке сельхозмашин. Вместе с тем в течение нескольких лет, к примеру, в Благовещенском районе, уменьшают квоту на иностранную рабочую силу. Более того, некоторые фермеры и вовсе предлагают свести ее к нулю. Однако открытым остается вопрос, кто будет работать на освободившихся местах и за какие деньги. Три года в Юхтинской спецшколе. Заведение закрытого типа для подростков, совершивших преступления, лучше, чем тюремное заключение, уверены ее сотрудники. Теперь, так думают и многие юхтинские воспитанники, мотающие в спецшколе срок за кражи, разбой и вандализм. А все потому, что здесь для них открывается другая дорога. Есть возможность закончить школу и в дальнейшем получить среднее, а кому-то и высшее образование. О жизни, которая начинается у подростков за трехметровым забором, Ольга Даниленко. Теперь 16-летний Роман на шахматной доске исправляет когда-то сделанные неверные ходы в своей жизни. За два года, что он находится в Юхтинской спецшколе, подросток стал чемпионом в областных соревнованиях по шашкам. Как говорит, только после победы понял, здесь ему дали реальный шанс исправиться и начать новую партию уже в правильной жизни. Дома вообще учился плохо. Можно сказать, даже в школу не ходил. Ну а здесь все нормально. Так, тройки, четверки. Ну вот экзамены были. На все четверки написал. Я хочу сейчас 10 класс, экзамен за девятый сдать. В новой форме только. Я же в старой форме сдавал. А мне нужна новая форма, чтобы поступить нормально. Возможность сдавать экзамены в форме ГИА или ЕГЭ спецшкола получила не так давно. Теперь у воспитанников есть выбор, как проверить свои знания. Традиционными экзаменами или в тестовой форме. Но последнее становится все популярнее, говорят учителя. Благодаря итоговой аттестации больше шансов успешно устроиться в жизни. И готовиться к такому экзамену надо более основательно. Очень много занимаемся с детьми, когда они выбирают ГИА, у нас идут консультации. Одна или две в неделю. То есть им нужно еще убедить ребенка, что должен прийти на консультацию. Причем не с пустой, так скажем, головой, а с какой-то уже информацией проработанной. То есть ты должен задать вопросы, должен тренироваться, должен силу воли, так скажем, свою вырабатывать, чтобы сдать ГИА и получить тот самый долгожданный аттестат. Первые результаты тестов удивили. Почти все сдали на четверки. Однако с нового учебного года здесь столкнулись с другой проблемой. В саму спецшколу поступают мало детей. Их всего 85, при том, что раньше было почти вдвое больше. По статистике, которая ведет отдел по делам несовершеннолетних, в этом году на учете состоит 545 ребят. И причины нехватки учеников, объясняют здесь, вовсе не в снижении подростковой преступности. Инспекторы по делам несовершеннолетних чаще контролируют их на дому. Школа является элементом профилактики системы правонарушений, а не элемент наказания какого-то. Поэтому надо более эффективно использовать нас в этом направлении. Многие суды боятся выносить такое решение, направить, потому что связано с ограничением свободы. Мы постоянно показываем наши учреждения и по телевидению, и проводим областные мероприятия на базе нашего учреждения. То есть знают все, что это учреждение способно справиться с теми задачами, которые стоят перед нами по исправлению детей. Для того, чтобы принять больше детей, в Юхтинской спецшколе сейчас делают капитальный ремонт. Уже полностью отреставрировали бытовой корпус, который не один год находился в аварийном состоянии. Заменили окна, пол и сантехнику. Кроме того, здесь появится новая игровая с мини-библиотекой и учебной классы по истории и физике. Все для того, чтобы школа не была похожа на тюрьму. Про филактики в подростковом возрасте, видимо, не хватило тем, о ком пойдет речь дальше. Крещеновки, трое молодых отморозков, иначе их назвать трудно, напали на сотрудников ГИБДД. Наряд ДПС пытался остановить иномарку, но ее водитель требования проигнорировал. Началась погоня. Стражи порядка пытались преградить дорогу беглецам, но обе машины столкнулись лоб в лоб. После чего молодые люди из иномарки набросились на полицейских. Один из нападавших душил инспектора, другой отобрал табельное оружие и произвел выстрел в воздух. Напарнику инспектора пришлось стрелять. Только после этого нападавшие отступили. Тем временем один из них попытался уехать на патрульном автомобиле, но по дороге в Крещеновку не справился с управлением и врезался в дерево. Сейчас нападавшие задержаны. Ими оказались жители Ивановского района 1980, 1984 и 1989 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. За посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов им выразит срок. Вплоть до пожизненного. Что касается атакованных отморозками сотрудников ДПС, то их сейчас обследуют медики. Пока известно, что у обоих черепно-мозговые травмы, серьезные ссадины. У одного из полицейских сильно повреждено лицо. Субтитры создавал DimaTorzok